Песок уже повсюду. В глазах, во рту, в волосах, под футболкой и даже в ботинках. Вы едва можете устоять вертикально. Ветер такой сильный, что сбивает вас с ног. Внезапно особенно сильный порыв швыряет вас на землю. Вы ползете к двери и прилагаете все силы, чтобы открыть ее. Оказавшись внутри, вы встаете и с опаской выглядываете наружу. За окном видны облака пыли и слышен оглушительный рев. Кажется, пора звать на помощь. А началось все месяц назад. Как-то раз вы вышли в свой сад. День был ветреный. Вы даже заметили крошечный торнадо под яблоней. Он едва достигал высоты колена и лениво кружил вокруг дерева листья и пыль. Вы попытались его сбить, но упрямый вихрь продолжал кружиться. Вы пожали плечами и вернулись домой. На следующий день вы заметили, что торнадо никуда не делся. И неужели он стал больше? И не в длину, а в ширину. Вдруг он начал засасывать цветущие кустарники. Вас это заинтересовало, и вы решили проследить за необычным явлением. Вы измеряли торнадо каждый день и записывали наблюдение в специальную тетрадь. Может быть позже я напишу статью или даже опубликую книгу об этом вихре, подумали вы. Однажды вы вышли из дома и обнаружили, что ваше любимое яблоня сломано. Как же это произошло? Торнадо все еще выглядел безобидно. Неужели он мог повредить такое большое дерево? Тогда вы начали спрашивать себя, не вызвать ли помощь. Сейчас точно пора это сделать, ведь всего спустя месяц мини-торнадо внезапно вырос в два раза. Выходить на улицу стало небезопасно. Ваш дом словно оказался в центре настоящего торнадо. За стеной пыли и летающих листьев не видно даже небо. Ваш сад разрушен, деревья поломаны, а кустарники вырваны из земли. Вдруг вы слышите, как кто-то звонит в дверной звонок. Вам на помощь пришла группа ученых. Вы провожаете их в разрушенный сад и видите шок на их лицах. Но придя в себя, ученые начинают действовать. Не обращая внимания на забывающий ветер, они переносят в дом все свое навороченное оборудование. Ваша кухня превращается в исследовательскую лабораторию. Вам сообщают, что ученые на время оккупируют дом. Вы относите свои вещи в самую маленькую спальню и принимаетесь наблюдать за работой профессионалов. Кухню заполнили попискивающие гаджеты и устройства, освещенные мерцающим светом. Вокруг снуют люди в защитных костюмах и лабораторных халатах. Даже удивительно, что они не сталкиваются друг с другом. Вы решаете передать все свои записи пожилому мужчине в белом лабораторном халате. Он благодарит вас так горячо, будто вы вручили ему подарок мечты. В следующие несколько дней кипит интенсивная работа. Буря в саду, все усиливается. Ученые с каждым днем становятся все мрачнее и мрачнее. Вдруг около двух часов ночи у вас что-то будет. Вы моргаете, открываете глаза и понимаете, что дом трясется. Похоже, торнадо стал таким большим, что позарился на жилье. Утром несколько ученых отводят вас в сторону, чтобы сообщить неприятные новости. Вам нужно съехать. Скоро он поглотит ваш дом и с этим ничего не поделать. Куда же вам податься? Ученые сообщают, что строят дополнительную исследовательскую лабораторию неподалеку. Им нужно наблюдать за Бурей в режиме реального времени. Там есть свободная и полностью оборудованная всем необходимым комната. Вы решаете, что вполне могли бы там пожить. Кроме того, так вы в любой момент сможете ответить на вопросы ученых. Вы соглашаетесь, потому что другого выбора у вас нет. Исследователи вызываются помочь вам перевезти вещи. Перед отъездом вы решаете пройтись по дому и попрощаться со своим любимым журнальным столиком, диваном и уютной кроватью. Ученые говорят, что времени перевозить все нет. На следующий день вам сообщают, что ваш дом разрушен. Шторм поглотил его около 4 часов утра. В течение следующих нескольких недель торнадо обрушивается на два соседних дома, близ лежащий лес, несколько автомобилей и небольшой цветочный магазин. Теперь он такой большой, что приближается к озеру в нескольких километрах от города. Людей отовсюду эвакуируют. Власти объявляют. Чрезвычайное положение. Однажды вы замечаете, как ученые разговаривают шепотом. Они выглядят еще более обеспокоенными, чем обычно. Вы решаете выяснить правду. Оказывается, исследователи получили доказательства, подтверждающие их худшие опасения. По всем оценкам, шторм, который начался как крошечный торнадо в саду, превращается в еще одно большое красное пятно. Только на земле. Малиновые облака вращаются против часовой стрелки с невероятной скоростью. Под ними можно разглядеть яркие оттенки самой большой планеты Солнечной системы – газового гиганта Юпитера. Эти облака называются большим красным пятном. Это огромный шторм, бушующий в атмосфере Юпитера. В центре шторма ветер довольно спокойный, но по краям его скорость может достигать 680 км в час. Это вдвое больше скорости самых мощных ураганов на Земле. На протяжении десятилетий размер красного пятна менялся. Прямо сейчас оно в 1,3 раза шире нашей планеты. Торнадо уходит вглубь атмосферы планеты на 320 км. Среднестатистический тропический циклон на Земле обычно вытягивается не более чем на 14,5 км в высоту. Уникальное явление на Юпитере существует так долго, потому что у планеты нет твердой поверхности. Она состоит из слоев облаков, которые в свою очередь состоят из пара, льда и аммиака. Под ними может простираться океан жидкого водорода. Наша планета твердая, а ураганы замедляются и распадаются после соприкосновения с поверхностью. Но к большому красному пятну столкновение с Землей не грозит, и поэтому оно продолжает бушевать. Ученый также рассказывает вам самый странный и жуткий факт о буре в вашем саду. Вместо того, чтобы ослабевать и исчезнуть много недель назад, она не только до сих пор существует, но и продолжает расти. Даже самые опытные специалисты не могут объяснить это явление. Анализируя его в течение нескольких дней подряд, исследователи пришли к выводу, что такой торнадо не должен был появиться на Земле. Это против законов природы. Интересно, что состав шторма немного похож на состав большого красного пятна. Вас это впечатляет, но вы до сих пор не понимаете, что так обеспокоило ученых. Оказывается, когда-нибудь мини-торнадо, скорее всего, станет таким же большим, как на Юпитере. Но поскольку Земля намного меньше красного пятна, планету, скорее всего, поглотит полностью. Торнадо будет расти и расти, уничтожая города и поселки, леса и дороги. Он также станет мощнее. Людям придется покинуть свои дома и эвакуироваться в относительно безопасные районы. Но постепенно на Земле не останется безопасных зон. Процесс займет годы, но у людей все равно не будет времени подготовиться. Существуют два способа решить эту глобальную проблему. Один из них – колонизация Луны или другой планеты. Например, Марса. Но это очень долгий процесс. Торнадо захватит планету еще до того, как первый космический корабль покинет Землю. Или же ученые могут попытаться остановить ураган. Существует технология, которая называется «эффект солнечных очков». Миллиарды тонн плотного газа закачиваются в атмосферу. И этот газ поглощает солнечный свет и охлаждает океаны, которые являются двигателем любого урагана. Но исследователи не уверены, сработает ли такой метод. Ведь торнадо возник не над водой, а на суше.